Всем привет! Привет! Сегодняшнее видео я посвящаю таким аксессуарам, как ушки. Ушки на мне сейчас кошачьи, а делать мы будем зайчьи. Делаются они по одинаковому принципу, поэтому если вы делаете такие, то эти тоже будет несложно сотворить. В общем, жду ваших комментариев, лайков, а также подписывайтесь на мой канал. Буду всем рада. Для работы нам потребуется основа под ободок. Кружево. У меня оно черного цвета, широкое. Атласная лента, черная, узкая. Клеевой пистолет. Клей. Можете использовать супермомент, любой суперклей. Кусачки. И проволока. Для начала берем проволоку, отрезаем нам необходимые кусочки. Далее сгибаем проволоку вот таким образом, вытягивая ее. Примерно представить нужно, где у нас будет находиться место перекреста этой проволоки, чтобы потом прикрепить ее к основе ободку. Место сгиба должно выглядеть впоследствии вот так. Затем берем атласную ленту. Ножницы. И суперклей. Начинаем наматывать ленту на проволоку, предварительно нанеся на нее клей. Заканчиваем наматывать ленту. Нанесим на кончик капельку клея. Придерживаем. Точно так же поступаем и со второй. Поскольку ухо не совсем хорошо зафиксировалось, я решила, что лучше я подстрахуюсь еще раз, намотав сюда нашу ленту. Наношу каплю клея. Жду, пока зафиксируется. Излишки я могу отрезать. То же самое делаем со вторым ушком. Пока я снимала этот мастер-класс, я нашла другое кружево и решила, что хочу применить его, потому что оно как-то более интересно смотрится, нежели предыдущее. Итак, кружево лучше всего пришить. Для этого нам понадобится черная нитка и иголка. Пришивать нужно, оставляя небольшой запас по краям. Субтитры создавал DimaTorzok Как только мы закончили пришивать кружево к каркасу, можно обрезать лишний край. Теперь берем основу под ободок и разогреваем клеевой пистолет. Необходимо согнуть проволоку таким образом, чтобы ее края были дугообразные, чтобы удобнее было крепить ее на основу. Берем клеевой пистолет и наносим его на поверхность ободка. Прикладываем клеевой пистолет и держим до тех пор, пока оно не остынет. Вы можете, конечно, так не делать, как я, но я люблю везде лезть пальцами. Если приглядеться, то видно, что клей теперь покрывает проволоку. Она будет держаться намного крепче. В итоге. Накрываем клеев прям. После eventually. Вот так вот. В итоге у нас получается вот такая вот загогулина. После чего эту основу всю нужно обмотать черной атласной лентой. И начинаем наматывать. Ну все, наша работа готова. Можно наряжаться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok